итак все эти усилия привели к тому что в сентябре пятнадцатого года было зарегистрировано первое событие слияние двух черных дыр вот на картинке вы видите данные двух установок лайга в ленингстене и в хэнфорде что мы видим давайте качественно поймем что происходит значит мы видим нарастание мощности сигнала то есть вот эта амплитуда у нас растет это первое что видно второе что видно у нас растет частота сигнала то есть все вот эти максимумы и минимумы происходят все чаще 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 это естественно соответствует тому что у нас сигнал приходит от двух сливающихся объектов и затем сигнал резко обрывается то есть у нас произошло слияние объектов и после этого мы сигнал не видим по сути вот то что мы видим справа это уже шумовая дорожка это незначимый сигнал соответственно по частоте на которой произошел обрыв сигнала мы сразу можем оценить массы объектов ну ясно что это черные дыры потому что частоты довольно низкие если сигнал оборвался на такой частоте значит это черные дыры у черных дыр масса хорошо связана с размером то есть по мере в двойную орбитальную частоту вы сразу можете сказать что масса были десятки масс солнца для этого прям вот не надо расчета проводить кроме того сразу можно оценить расстояние до источника поскольку излучение происходят полондау лившицу то есть по довольно понятной простой формуле и мощность наблюдаемого сигнала легко пересчитывается в расстоянии при заданных массах масса вы получили из предельной частоты и после этого из мощности вы при заданных массах немедленно получаете расстояние но и расстояние как вы видите чуть больше миллиарда световых лет получается соответственно по горячим следам быстро были опубликованы вот такие параметры если я не ошибаюсь это именно по горячим следам то что получилось масса одной черной дыры 36 2 29 суммарная масса 62 как вы понимаете 36 плюс 29 не равно 62 вот три массы солнца по формуле равняется mc квадрат перешли в гравитационные волны и это очень большая энергия как вы понимаете и время сигнала давайте я вернусь еще раз обращу ваше внимание то есть основное время спускание сигнала это примерно одна десятая секунды то есть огромная мощность была высажена за очень короткое время но можно перевести здесь космологические эффекты на миллиарды световых лет не бог весть какие большие видеть космологическое красное смещение примерно 01 поэтому в общем то все оценки без учета этой поправки они лучше чем по порядку величины верные но вообще говоря конечно это надо учитывать то есть ясно что частота которую мы принимаем здесь она редшифнутая в системе отсчета сам самого источника частота была выше здесь мы принимаем сигнал с учетом космологического красного смещения это был очень мощный сигнал то есть здесь людям очень повезло отношение сигнал шум 24 это в данном случае очень много это очень прям заметный сигнал поэтому высокой достоверности в общем здесь особых сомнений не был и повторюсь это такой существенный элемент везения в данном случае вообще говоря первый сигнал мог быть гораздо более слабо эти картинки призваны проиллюстрировать значимость сигнала ясно что за счет всяких очень сложно организованных шумов интерферационная картинка постоянно меняются и вообще говоря нового понимать если долго сидеть у лесного ручья и слышать трейли птиц то рано или поздно они проиграют маленький кусочек из какой-нибудь песни beatles но ждать придется возможно очень долго и чтобы случайными шумами сгенерировать тот сигнал который был зарегистрирован нужно ждать примерно 200 тысяч лет соответственно учитывая что установка проработала буквально часы на вот такой плановой чувствительность высокой чувствительности часы чистого времени за вычетом всяких технологических интервалов то конечно это говорит о том что сигнал очень значимый и вот от шумов он отскакивает очень сильно значимый сигнал действительно очень высоко здесь можно значит немножко проговорить но хотя в самом базовом виде как происходит выделение событий ясно что детектор постоянно что-то регистрирует он регистрировать сейсмические шумы какие-то окружающие шума шумы в детекторе и есть очень такая многоуровневая многоуровневая система алгоритмов которые выделяют сигналы потенциально связанные со слиянием объектов это когда в итоге лайга вирга вот в последнем сеансе работы сразу выдавала потенциально астрофизические сигналы сразу укладывали в открытый доступ базовую информацию по ним все равно в нескольких случаях но это означает 10 процентов от всех получалось так что все-таки после детального анализа они приходили к выводу что наиболее вероятно это не астрофизический сигнал там часто бывают случаи когда нельзя сказать астрофизический он или вот какой-то шумовой фоновый но если значимость ниже некоторые то соответственно нет смысла относить его к стар физическим здесь лучше перестраховаться и соответственно чтобы сигнал попал вот в выборку нужных сигналов он должен быть кроме всего прочего там быть увиден на нескольких детекторах имеет достаточно отношение сигнал шум и по форме он должен быть похожим на сигнал от слияния компактных объектов ну вот как это реально выглядит слева цветом показано то что регистрирует детектор а прямоугольнички соответствует рассчитанной форме сигнала то есть как у вас эволюционирует частота со временем и показано два мощных сигнала справа и слева но вот левый сигнал он очень хорошо ложится на один из расчетных напомню что их может быть очень много разных то есть вы подбирается правый никак не ложится то есть нарисован как я понимаю наиболее формально подходящий наиболее похожий сигнал от слияния но видно что конечно они но никак не матчатся друг с другом и это естественно несмотря на то что это очень мощный сигнал но он никогда не попадет вот в открытый доступ как потенциальный астрофизический сигнал хотя ясно что в принципе можно фантазировать о том что какие-то мощные сигналы могут быть связаны с какими-нибудь астрономическими явлениями которые мы пока там не знаем с чем связаны но мы знаем что есть такой очень четкий консервативный подход когда ищет слияние компактных объектов это сигнал определенный форм кроме того что сигнал зависит от масс сигнал еще вдобавок зависит от того как вращаются черные дыры и это очень существенно черные дыры могут быть очень быстро вращающимися объектами и в ходе слияния у вас происходят спинспиновое спинно-орбитальное взаимодействие и это сказывается на волновой форме сигнала поэтому вот как я говорил эти вейвформы считаются в очень многомерном пространстве параметров кроме масс объектов как минимум добавляются два спина а спины это сразу вектора то есть параметров добавляется там не по одному поскольку оси вращения двух объектов могут быть наклонены друг другу ну и соответственно как-то они ориентированы относительно оси орбитального вращения и все это сказывается на волновой форме с одной стороны это все осложняет а с другой стороны это означает что по наблюдению волновой формы вы можете восстанавливать параметры вращения черных дыр что с астрофизической точки зрения очень интересно потому что конечно вращение черных дыр в двойной системе зависит от предшествующей эволюции этой двойной системы и поэтому ну давайте здесь я впервые это подчеркну все-таки хотя первая задача лайга вирга было было именно обнаружение гравитационных волн предсказание общей теории относительности проверен то есть такая большая фундаментальная физика но все-таки это астрономические приборы и они изучают многообразие двойных систем которые разные с разной эволюцией это принципиально отличается от исследований скажем на большом адронном коллайдере то есть вот как бозоны они как счастливые семьи они все одинаковые пары черных дыр они вот пара черных дыр все по-разному и нам в физике интересно изучать вот это многообразие разных двойных систем анализировать как они дошли до жизни такой и повторюсь это отличается от физик элементарных частиц где все частицы одинаковые измерили массу одного бозона хиггса у 2 будет точно такая же хорошо соответственно вот этот график показывает чувствительность детекторов относительно разных сигналов вот это само по себе довольно интересно то есть смотрите сигналы обладают не только максимальной амплитуды но казалось бы для регистрация вроде бы важно максимальная амплитуда нет еще важно частота потому что она будет определять длительность регистрации сигнала то есть опять таки вернемся какой аналогии со звуками конечно чем громче звук тем вроде бы проще услышать но если у вас есть какой-нибудь тихий но длинный звук то вы сможете его выделить вот вы остановились на ночь в доме с привидениями да спите и кругом много каких-то там скрипов шорохов но там скрип это что-то короткое вы но только самые громкие как-то локализуйте вздрагивать а если есть постоянный какой-то такой то вот это вы в итоге начнете слышать постоянно и длительность сигнала очень важна и вот нижний из приведенных сигналов у него амплитуда как вы видите маленькая но он очень надежно зарегистрирован потому что вы регистрировали долго он дошел до очень высокой частоты видите вот это таракотовая линия она пересекла весь диапазон спектральной чувствительности лайга и поэтому сигнал выделился очень надежно но опять-таки повторюсь что твердотельных детекторов по сути не позволяют такое производить потому что у них нет широкой классы чувствительность то есть даже если бы там рядом с нами произошло слияние нейтронных звезд такой длинной красивой дорожки в их формы мы бы не получили а вы уже увидели что в их формы зависят от в случае черных дыр например вот направление осей вращения а в случае нейтронных звезд в их форма будет зависеть от уравнения состояния вещества нейтронной звезды которого мы не знаем и проблема уравнения состояния нейтронной звезды это я бы сказал одна из если не самая ключевая проблема современной ядерной физики поэтому в конечном счете гравитационно-волновые детекторы кроме всего прочего очень важные установки и для ядерной физики то есть они уже дают важные результаты очень востребованы в квантовый хромодинамики что еще у нас получается важному по фундаментальной физики ну например пределы на массу гравитона естественно регистрация гравитационных волны никакая не регистрация гравитона сама по себе но вы определяете параметры частности даже самая первая регистрация самый первый сигнал дал хорошее ограничение на скорость гравитационной волны потому что установка в хэмфорде и установка в ливингстоне приняли сигнал с задержкой и хотя направление точно на источник мы не знаем но мы примерно знаем с какой половины небом пришел мы тем самым можем дать ограничение на скорость гравитационной волны и и это очень здорово то есть поскольку это в ряде моделей непосредственно пересчитывается в ограничение на массу гравитона и здесь можно показывать всякие красивые картинки я вот например ища картинки к лекции обнаружил что есть такой персонаж комикс в гравитон гравитон возвращается домой где его ждут хорошо ну вот как это выглядит уже в более серьезных картинках соответственно повторюсь первая регистрация только гравитационного волнового сигнала уже дала довольно интересный предел я бы сказал первый прямой экспериментальный предел на скорость распространения гравитации на такой первые серьезные что ли экспериментальный предел меньше чем на 70 процентов может отличаться от скорости света в большую сторону потом у нас появились более надежные пределы я успею еще о них сказать соответственно лайга заработали чуть раньше чем бирга и немножко опережали вирга в апгрейде но тем не менее в семнадцатом году вирга по своей чувствительности приблизилась к установкам лайга немножко как вы видите им проигрывает но и установки лайга отличаются друг от друга но по порядку величины это уже очень похоже то есть отличие там в 2-3 раза в зависимости от частотного диапазона и соответственно началась совместная обработка с помощью этих трех установок почему это важно ну во первых это еще одна проверка теперь у вас не две установки в связке а 3 и но там одна может не работать по каким техническим причинам есть чем проверять но самое главное пожалуй это более точная локализация направление на источник это было важно в случае едва ли не самого важного всплеска но самый важный наверное первый пока зарегистрированы но вот есть еще один безумно важный всплеск это вот одна из первых а может быть и первая совместная регистрация уверовать чувствительность ниже поэтому сигнал послабее еще важно что все-таки вирга стоит уже не в 3000 километрах а гораздо дальше от хэнфорда и ливингстона и поэтому тут есть определенная селекция то есть дело не только в том что у ливингстона чувствительность выше но хэнфорд и ливингстон если уж они выделили хорошо сигнал значит для вирга это скорее всего попадает в область не самой высокой чувствительности поэтому тут есть такая дополнительная селекция но в общем важно что они все видят и это позволяет быстрее локализовать объект на небе то есть если вы проводите быструю локализацию только с помощью лайга вы получаете вот такой огромный банан на небе здесь найти источник совершенно невозможно это слишком большой кусок неба источники далекие там уже мириады галактик в этом объеме находятся но вот после того как вы учитываете данные и лайга и вирга вы получаете вот такую маленькую сложной формы область пересечений от всех детекторов и это в некоторых случаях крайне важно необходимо для получения важных научных результатов и вот он этот научный результат значит смотрите мы говорили что нейтронные звезды являются важным источником гравитационных но первые слияния были зарегистрированы от черных дыр просто потому что это более массивные объекты их видно с больших расстояниях количество их меньше но вы значит берете объемом но очень хотелось увидеть слияние с нейтронными звездами в чем прелесть в случае нейтронных звезд вы можете надеяться одновременно увидеть электромагнитный сигнал электромагнитный сигнал может быть связан во первых непосредственно с процессом слияния вы можете зарегистрировать так называемый короткий гамма всплеск это действительно там секундные длительности очень мощный всплеск гамма излучения связанные с формированием релятивистских струй в момент слияния двух нейтронных звезд а во-вторых после слияния часть вещества сбрасывается часть попадает черную дыру которая образуется часть вещества естественно сбрасывается у вас выделяется много энергии вот это сброшенное вещество она поучаствовала в очень сложных реакциях и в частности там было синтезировано много радиоактивных изотопов и распад этих короткоживущих радиоактивных изотопов приводит к появлению яркого источника чей блеск чья мощность излучения спадает довольно быстро но быстро это там не секунды а недели это явление называют килоновая но килоновая потому что в первых расчетах получалось что мощность этого события там в тысячи раз больше мощности новый потом расчеты немножко уточнили это число но килоновая сохранилась как красивое название вот это все фантастически важно для кучи приложений для изучения синтеза элементов во вселенной поскольку было показано что для некоторых элементов именно слияние нейтронных звезд несмотря на редкость события тем не менее именно слияние нейтронных звезд дают основной вклад в производство некоторых химических элементов во вселенной самым известным примером является золото но для золота это кстати до сих пор не так очевидно есть элементы где действительно по результатам прямых достаточно наблюдений показывается что они синтезируются в таких процессах ну и наконец как я совсем недавно говорил это важно для понимания уравнения состояния нейтронных звезд что является чрезвычайно важной актуальной задачей так вот если мы хотим обнаружить электромагнитный сигнал одновременно с гавиационно-волновым вот тут нам крайне важно хорошая локализация и она была достигнута именно благодаря тому что есть три установки значит что увидели лайга но давайте я вернусь сюда лайга это обычно дает такое вообще говоря дает практически колечко но плотность вероятности локализации источника неравномерно распределена по такому вот колечку здесь нарисован банан но это в данном случае распалась на две части вот две два таких кусочка банана это то что давала лайга а что увидела вирга а вирга ничего не увидела и вот это очень важно потому что одна вот эта половинка банана попадала в область высокой чувствительности вирга а другая попадала в область низкой чувствительности вирга это что вирга ничего не увидела сразу выделяла вот эту часть и соответствующий электромагнитный всплеск искали именно там то есть смотрите у вас конечно должно быть совпадение по времени по крайней мере примерные электромагнитного сигнала гамма всплеска в данном случае с гравитационно-волновым но теперь вы получаете относительно небольшой объект на небе но вот он отзумлен до 5 градусов 5 градусов вообще говорят очень много 5 градусов это 10 лунных дисков то есть вот в таком масштабе луна это ну практически точечка здесь очень-очень маленький кружочек меньше чем вот этот кружочек у градуса наверное ума но тем не менее это не такой уж большой кусок неба и совпадение по времени короткого гамма всплеска с гравитационно-волновым всплеском внутри такой вот блямбочки является достаточным доказательством можно конечно честно посчитать вероятности люди это сделали в общем это является достаточно доказательством того что это один и тот же источник и это фантастически важно то есть пока такое событие остается единственным когда одновременно увидели и то и другое и третье то есть и гравитационно-волновой всплеской гамма всплеска киллоновую и несмотря на то что вот событие всего одно но она очень сильно подтолкнула физику нейтронных звезд вот параметры системы в итоге образовалась черная дыра все-таки там ну примерно 1.4 плюс 1.2 масса солнца даже с учетом сброса массы небольшого дает объект более массивный чем предельная масса черной дыры почему это остается пока единственным основу потому что безумно повезло смотрите вот здесь расстояние это всего лишь 40 мегапарсек это очень близко это страшное везение но насколько большое везение потом еще посмотрим соответственно было получено много ключевых результатов это стало окончательным доказательством связи коротких гамма всплесков со слиянием нейтронных звезд появились прямые данные которые дают возможность исследовать нуклеосинтез при таких событиях появились очень хорошие данные по уравнению состояния нейтронных звезд кроме того опять таки мы говорим все-таки об астрономии и одно событие еще не не дает много хороших приложений но в принципе даже по одному событию с какой-то очень плохой неинтересный для космологии точности можно проводить измерения постоянных обла но важно что это принципиально новый метод определение постоянных обла и когда в будущем там может быть с телескопом энштейна будут обнаруживать не раз в несколько лет такие слияния а раз там в несколько дней то тогда накопление данных позволят независимым способом оценивают космологические параметры это очень здорово наконец есть возможность прямых тестов некоторых предсказаний общей теории относительности можно лоренсон вариантность проверять принципе эквивалентности и что важно теперь можно с очень высокой точностью сказать что скорость распространения гравитации близка к скорости света точность уже там даже не процентами каким-то ничтожными долями проценты исчисляется потому что у вас есть два пришедших синхронных сигналы конечно мы не уверены что с секундной точностью они спущены были одновременно но то что они были одновременно испущены с точностью лучше нескольких секунд это безусловно просто физика дело не предполагает больших задержек сигналы пришли секундной точностью в одно и то же время но пришли с расстояния больше 100 миллионов световых лет это соответственно дает возможность очень высокоточного определения относительной скорости гравитационных волны электромагнитных волн и это на сегодняшний день естественно самое сильное ограничение на скорость гравитации и теперь что важно и сверху и снизу в общем здесь очень много фундаментальных результатов и прям есть отдельные обзоры посвященные фундаментальным научным результатам по этому всплеску соответственно можете взять почитать кому интересно значит я напоминаю что работа лайга вирга устроена таким образом что они работают работают но там есть какие-то технические перерывы но это в общем не так много занимает они работают как правило несколько месяцев после чего детектор останавливается и начинается серьезный апгрейд они эти апгрейды расписаны уже на много лет вперед и соответственно апгрейд может длиться дольше чем время наблюдений дальше повышается чувствительность и происходит следующий запуск детектора следующий научный сеанс вот соответственно был первый потом был второй научный сеанс в первом научном сеансе на плановой чувствительности был зарегистрирован первый всплеск но еще парочка потом был апгрейд чувствительность была повышена был еще один сеанс именно в этом сеансе начались совместное наблюдение свирка и было зарегистрировано событие с нейтронной звездой с электромагнитным сопровождением но на начало девятнадцатого года когда заканчивался очередной апгрейд и дело подходило к очередному сеансу статистика была такой было 11 всплесков один из них был с нейтронной звездой и соответственно пять событий наблюдались совместно с лайком и в апреле девятнадцатого года начался третий сеанс наблюдений чувствительность была резко повышена и на левой картинке показано увеличение количества известных событий то есть кумулятивный график он по определению всегда вверх идет каждая ступенька от регистрации нового события ну вот видно там первые здесь три ступеньки всего лишь у нас три события второй сеанс но там еще несколько то есть внутри второго сеанса меньше 10 было зарегистрировано а потом начался третий сеанс и вот он очень мощный рост что удивительный ну не удивительно но так забавно печально примечательно я бы сказал что за третий сеанс когда там был полсотни событий зарегистрировано ничего интересного они не увидели к сожалению вот вот не повезло в первом фантастически повезло яркое событие самый первый всплеск у втором повезло опять близкое событие нейтронные звезды с электромагнитным сопровождением там еще эффект ориентации важный гамма всплеск можно не увидеть он узконаправленный а в третьем событий больше но все это довольно скучное слияние черных дыр я бы сказал про некоторые мы правда все равно поговорим более примечательно но тем не менее что здесь еще важно что я должен подчеркнуть постобработка позволяет выделять сигналы на низком отношении сигнал шум и поэтому поэтому количество событий зарегистрированных в третьем сеансе еще будет возрастать не сильно скорее всего на несколько штук но тем не менее возрастать будет пока представлен детальный анализ только первой половины третьего сеанса поэтому он разбит на две части сеанс 3а сеанс 3b вот первое детально проанализировано 2 пока ждем и детальный анализ вот 3 сеанса появился в октябре прошлого года вообще третий сеанс закончился в марте закончился немножко раньше из-за пандемии но должен был идти от с апреля по апрель а в итоге шел с апреля по март то есть в общем сокращение такое меньше чем на 10 процентов по времени не очень существенно почему больше видят потому что видят теперь дальше и чувствительность детекторов иногда удобно вот таким образом показывать как это сделано на правой картинке здесь показана чувствительность детекторов к слиянию двух стандартных нейтронных звезд черные дыры они бывают очень разные поэтому сигналы могут иметь там разные предельные частоты разные предельный поток но амплитуду про поток здесь не очень хорошо говорить они трон и звезды более-менее все одинаковые и вот видно что установка в ливингстане самая чувствительная видят стандартное слияние нейтронных звезд со 235 мегапарсек черные дыры дают гораздо более мощный сигнал поэтому это они видят с гигапарсек ну вот как я сказал первая половина третьего сеанса детально проанализировано есть соответствующие статья и каталог по этому поводу но повторюсь в общем в основном это довольно скучное слияние черных дыр это все равно важно скучно это вот на фоне супер каких-то открытий но это почти как сказать вот прошел очень скучный матч барселона реал например но редко они по-настоящему бывают скучными соответственно здесь примерно то же самое но сравниваем мы с лучшими образцами наверное самые интересные результаты 3 сеанса это очень массивные черные дыры это черные дыры вот с массами под сотню масс солнца но и суммарной массы больше стама солнца это очень интересно для звездной эволюции сейчас мы в нашей галактике вокруг нас не видим таких черных дыр двойных системах в нашей близких галактиках у нас есть под сотню хороших кандидатов двойные системы с черными дырами примут хороших достаточно хорошо изучен многие десятки по крайней мере и там нет таких массивных объектов гравитационно-волновые детекторы по определению более чувствительны к массивным черным дырам здесь есть селекция но важно что это позволяет вообще выделять такие события и это очень интересно для астрофизики двойных систем для звездной эволюции поэтому можно это выделить в третьем научном сеансе любят в последнее время вот такую инфографику приводить соответственно здесь понятно каждая вот такая штучка она из трех точек состоит вот две черных дыры сливаются в третью показаны их массы внизу есть нейтронные звезды и м это электромагнитные то есть нейтронные звезды масса которых определены обычными астрофизическими способами фиолетовым показаны черные дыры масса которых определены но обычно в рентгеновских двойных системах и видно что вот наиболее массивные известные обычные черные дыры имеют массы там под 20 масс солнца сейчас для одной системы уточнили расстояние там масса получается скорее 21 масса солнца но видно что лайга вирга выделяют класс более массивных черных дыр и это конечно очень интересно для астрофизики вот что дают нам обычные астрофизические наблюдения это распределение масс черных дыр в данном случае на основе 16 систем здесь показано но как просто так сказать наиболее вероятно кривулечка который наилучшим образом фитирует измерения да ну а дальше это можно фитировать разными видами распределения там гауссовом примерно распределением с резким обрезанием как бы то ни было видно что в рентгеновских двойных системах мы в основном регистрируем черные дыры существенно менее массивные с типичными массами 5-10 масс солнца гравит гравитационно-волновые сигналы дают нам совсем другие массы это интерес и так что у нас значит есть сейчас и что будет в ближайшем будущем есть установки лайга есть установка вирга они сейчас на апгрейде про 4 научный сеанс чуть позже скажу гео 600 продолжает работать и это очень важная такая технологическая установка я бы сказал то есть она очень активно используется для отработки всяких новых технологий которые потом внедряются на лайга и вирга то есть как такой вот как как у крупных клубов бывает клуб дублер где там всякая молодежь готовится и травмированные игроки восстанавливать будет собран лайга в индии о чем я тоже упоминал здесь точная дата но она постоянно ползет сейчас говорят о двадцать третьем годе но в общем все меняется пандемия то есть до этого кризисы финансовые немножко сдвигали сроки ввода это все-таки дорогая штука даже с учетом того что это просто перевоз установки с места на место теперь естественно пандемия мешает потому что повторюсь все эти процесс проекта сильно международные и ограничения на перемещение они очень сильно бьют по таким проектам и гравитационный волновый детектор сильно почувствовали это на себе и наконец кадра детектор которым сейчас скажем пару слов новая японская установка которая двадцатом году начала свою работу и так кадра кадра это с одной стороны не совсем детектор следующего поколения формально но это большой технологический шаг вперед по сравнению с лайга вирга и технологические новшества сводятся к двум основным моментом первый хорошо виден здесь это подземный детектор то есть лайга вирга вы помните это все хорошо дрона фотографировать сверху кадра детектор подземный и это позволяет уменьшить некоторые шумы в первую очередь сейсмические что для японии актуально но не только не только сейсмические вторая важная штука что части детектора становятся охлаждаемыми и это тоже должно повышать чувствительность то есть как минимум кадра выступают как такой технологический прототип охлаждаемых детекторов и феврале двадцатого года начались первые наблюдения в некотором смысле это можно сравнить с наблюдениями на лайга которые начались 2002 году но я бы скорее сравнивал слайга 2009 года то есть ясно что поскольку это не первый детектор здесь все эти технологические шаги предварительно они гораздо быстрее будут совершаться и поэтому кадра в итоге догонит лайга и вирга по чувствительности но вот во время первого научного сеанса чувствительность уступала даже сильно вирга поэтому по сути я уверен что проводил сказать совместная обработка всех детекторов видите там был небольшой перехлёст феврале марте прошлого года когда все четыре установки работали но конечно они нацелены на следующий шаг и сейчас планируется что четвертый сеанс начнется во второй половине 22 года но по крайней мере во всех сообщениях которые я читал к этому моменту они все пишут что пандемия конечно может нести свои коррективы и вряд ли в раннюю сторону поэтому вот пока можно думать о конце 22 года как моменте когда начнется следующий сеанс наблюдений где уже будет четыре установки и здесь опять-таки добавляется установка более низкой чувствительности как было и при добавлении вирга но существенно что она еще сдвинута сдвинута к сожалению только по долготе по широте не очень сдвинута были когда-то планы добавить установку в австралии но просто по финансовым причинам это не получилось хорошо хоть вот индия появилась как возможное место для пятой установки соответственно вот план на ближайшие годы четвертый сеанс наблюдений соответственно с конца 22 года ну и скорее всего на год может быть год с небольшим вот эти мегапарсейки которые указаны это то самое предельное расстояние для регистрации слияния стандартной пары нейтронных звезд то есть вот но обратите внимание на больших гэпу кадры здесь то есть если это будет ближе к верхнему пределу это конечно супер хорошо ну а если будет ближе к нижнему пределу то в общем должно сильно повезти чтобы кадра хоть как-то сработало лайга индия но там соберут для каких-то технологических опытов ее наверняка раньше здесь речь идет именно о научных наблюдениях но все равно я бы сказал и таки довольно оптимистичные планы идея состоит в том что возможно в течение пятого сеанса наблюдений которые планируются там с двадцать четвертого года лайга индия может быть доведена до ума и по своей чувствительности сравняется с флагманскими лайга но это пока в общем-то планы и я думаю что в реальности лайга индия конечно заработает но вовсе не факт что на чувствительности выше чем вирга ну посмотрим соответственно дальше следующие шаги и последнее время как раз снова начали активно обсуждать телескопы следующего поколения пока они существуют только на бумаге то есть никакого одобренного финансирования нет места для постройки не определено насколько я знаю собственно инштейн телескоп это европейский проект американцы пытаются думать о своем проекте инструмента следующего поколения он как вы видите будет более сложный здесь уже будет три плеча и это позволяет решить много вопросов но кроме того позволяет не строить вторую установку но если установка будет одна даже вот такая более сложная все равно у нее будет не очень хорошая чувствительность координатные то есть довольно плохо насколько я знаю будет определяться положение но зато будет очень высокая чувствительность и немножко расширится полоса напоминаю что расширение полосы важно в том числе и для того чтобы точнее определять параметры систем чем длиннее вот эту волновую дорожку вы запишите тем лучше вы определите все параметры системы которых много а это важно для астрофизических приложений но вообще говорят важные для физических приложений есть много всяких интересных идей что могут дать вот гравитационно-волновые детекторы следующего поколения например для физики черных дыр теперь движемся дальше и уже как бы поднимаемся выше если мы хотим регистрировать сигналы связанные со сверхмассивными черными дырами то нам нужны космические детекторы в космических детекторах не получится добавить дополнительные зеркала для того чтобы запереть световой луч поэтому здесь луч бегает от спутника к спутнику и размеры установки уже более-менее соответствуют длине волны гравитационного излучения но там немножко поменьше естественно гравитационной волны но повторюсь нельзя быть там на два порядка меньше размера гравитационной волны и сохранить хорошую чувствительность на 2 на 3 нельзя уж точно вот хорошо соответственно была найдена достаточно давно конфигурация орбитальная которая позволяет сделать довольно специфическую штуку то есть у вас три спутника летают по орбите спутников солнца но характеристики орбитального движения каждого из спутников таковы что вот этот треугольник сохраняется то есть меняется ориентация этого треугольника что кстати хорошо с точки зрения астрофизики да вы чувствительность как вы помните зависит от ориентации детектора а здесь вы меняете ориентацию детектора и поэтому вы оказываетесь чувствительными к разным областям на небе что здорово но важно что сохраняется сам треугольник при таком движении и это собственно позволяет сделать вот установку без труб длиной два с половиной миллиона километров соответственно нужно три спутника чтобы обеспечить работу интерферометра в изначальном проекте лайза предполагалось что это будет именно три лазерных луча то есть три спутника три пары лазерных лучей между ними бегает в более дешевом проекте лиза будет 2 бегать две пары лазерных лучей только то есть между скажем вот этими двумя и вот этими двумя спутниками но тем не менее как бы все работает два плеча интерферометра вы получаете есть что сравнивать относительно изменения положения объекта на правом рисунке показана ну во-первых чувствительность элизы а во-вторых показаны примеры слияния слияния двух черных дыр с массой по 10 миллионов масс солнца по миллиону и по 100 тысяч масс солнца ну вот 100 тысяч как бы еще лучше заметаются вся область спектральной чувствительности для более массивных черных дыр естественно сигнал сосредоточен в области низких частот и чувствительность туда падает кроме того можно будет искать сигналы от известных галактических двойных систем и вот звездочки показывают известные галактические системы ну а фиолетовый это моделированные галактические системы то есть в общем будет довольно много информации об двойных объектах что само по себе интересно особенно вот про всякие условно невидимые двойные системы например пары двух черных дыр которые еще далеки от слияния но тем не менее такие пары можно будет обнаруживать то есть ясно если у вас обнаруживается гравитационно-волновой сигнал стабильный от пара объектов там с массами по 20 масс солнца и орбитальным периодом скажем несколько минут очевидно что это могут быть только две черных дыры то есть не исключено что первые пары черных звездных масс будут открыты с помощью вот этого космического интерферометра прежде чем перейти к другим скажу что вот этот проект полностью одобрен там безусловно есть много новых технологий но они активно и успешно разрабатываются значит вот будет три спутника и у вас как бы есть две составляющих первое это собственно каждый такой спутник у него довольно сложная механика внутри поскольку внутри вам нужно обеспечить наличие пробных тел то есть у вас есть вот представьте внешне собственно оболочка спутника а внутри должно быть то что является пробным телом это довольно сложная задача она но насколько я знаю не решалась в космической технологии поэтому был запущен прототип то есть реально были проведены испытания прототипа одного такого спутника чтобы представили масштаб это само по себе вот комплекс испытаний запуском спутника стоил в районе 300 миллионов евро 2 это лазерная система вот лазерная система еще не испытывались в космосе но учитывая что первые испытания прошли очень хорошо я думаю что и с лазером все будет хорошо поскольку сомнение вызывала как раз вот такая условно механическая часть там вся все прям прошло у них идеально и ожидается что в начале тридцатых годов установка начнет работу но опять таки может быть там пандемия тоже что-то подпортит наверняка там в течение года разработка велась не так активно как до этого ну в общем до этого не опережали график поэтому я думаю что в первую половину тридцатых годов или за за работы одновременно разрабатывается еще несколько проектов это японский и китайский проект они по своим параметрам я бы сказал немножко уступают элизе и ну это все как бы хорошие проработанные проекты поэтому не очень серьезно относитесь к моей критике но мне кажется что они выбрали параметры которые легко достигаются технически но представляет меньший интерес астрофизической точки зрения то есть смотрите давайте даже вернусь сюда даже для элизы было бы интереснее делать установку еще больше чтобы уходить на еще более низкие частоты и прощупывать еще более массивные черные дыры это было бы интереснее видимо для астрофизики но очень тяжело с технологической точки зрения поэтому я думаю что вот технологический выбор диктует параметры китайской японской разрабатываемой установки китайцы очень активно работают над двумя своими проектами по всей видимости они выберут один из них для реальной реализации в космосе ну в общем срок реализации должен быть примерно такой же как у элизы ну а если мы сравним чувствительность то вот так это выглядит ну здесь для лиза нарисовано не для элизы но диапазон примерно одинаковых параметров нам не сильно отличаются идея в том чтобы заполнить промежуток между лиза и лизой и наземными установками и вот создать что-то здесь но повторюсь там на мой скромный взгляд здесь не так много интересных астрофизических объектов что то они конечно будут видеть двойные системы разные есть но здесь некоторые сомнения что их ждут здесь большие открытия вот то что здесь будут большие открытия кажется более вероятно но вот здесь добавляется чувствительность тай-чи соответственно видно что попадает это в диапазон почти что мили герца то есть это уже вот тай-чи немножко ближе к элизе то есть вот если сравнить вот куда-то сюда попадают наконец мы переходим к финальной части к непрямой регистрации гравитационных волн и начнем мы с пульсарного тайминга первую работу по этому поводу написал михаил василь сажен 78 году совершенно замечательная работа в астрономическом журнале если не ошибаюсь была опубликована и может быть поэтому как-то немножко незаслуженно редко цитируется то есть она хорошо цитируем на работе но могла бы быть прям неконцитируем как бы то ни было идея состоит вот в чем мы на земле наблюдаем большое количество миллисекундных радиопульсаров про миллисекундные радиопульсары я уже упоминал они характеризуются очень высокой стабильностью вращения то есть очень высокой стабильностью прихода импульсов наверное там с 70-х годов постоянно обсуждаются идеи создания стандарта точного времени основанного на миллисекундных пульсарах и только продолжающийся прогресс в технологии атомных часов позволяет им чуть-чуть на полшага опережать пульсары по точности но если бы возникла задача сейчас разработать стандарт точного времени который бы работал не там не несколько лет а несколько а много десятков лет скажем так то пульсары были бы лучшим выбором вот соответственно стабильность их излучения позволяет очень точную стабильность их вращения но и излучение тоже позволяет очень хорошо их локализовать поэтому повторюсь на известных табличках на вояджерах и по-моему на пионерах тоже местоположение земли было указано относительно нескольких миллисекундных пульсаров это хороший выбор потому что живут они в активной фазе миллиарды лет и периоды их достаточно уникальны и определить их можно очень точно без каких-то супер супер высоких технологий то есть уже у нас там десятки лет назад такие технологии будет так вот мы наблюдаем пульсар периодически ну или не периодически возникают какие-то отклонения в во временах прихода импульсов радио пульсаров находящихся в разных направлениях то есть мы это увидим на коротком масштабе времени там от недель до нескольких лет ясно что сами пульсары не могут излучать скоррелировано потому что пульсары друг от друга находятся на расстоянии в тысячи или даже десятки тысяч световых лет поэтому ни о какой корреляции их поведение речи не идет значит что-то происходит здесь у нас и что-то происходит здесь у нас с пространством времени вот это что-то может быть связано собственно с прохождением гравитационных волн то есть если просто мы рассмотрим прохождение гравитационной волны то есть вот мы пульсар пустая вселенная и пара сливающихся черных дыр то мы получим скажем 10 наносекундную задержку для пары двух черных дыр с массы по миллиарду масс солнца в одном миллиарде парсек от нас на частоте 10 минус 7 герц ну и зависимости функциональной здесь указан то есть мы можем теоретически выделять сигналы связанные с отдельными мощными сигналами например вот со слияниями сверхмассивных черных дыр но на самом деле вселенная не пустая черных дыр много и какие-то из них сливаются прямо сейчас какие-то близки к слиянию то есть существует постоянно гравитационно-волновой шум и что интересно характеристики этого шума таковы что возникает некоторая связь некоторая корреляция между отклонениями поведения пульсаров в разных в разном направлении на небе и вот в наиболее реалистичных моделях то есть изотропное стахастическое неполяризованное фоновое гравитационное излучение для пары радиопульсаров в разных направлениях мы можем получить функциональную зависимость корреляция отклонения во времени прихода импульса соответственно если мы выбираем много пульсаров на небе и смотрим корреляцию между ними то мы можем надеяться вот такую функциональную зависимость выделить вот собственно об этом по сути сажа написал 78 году и независимо датвейлер 79 вот соответственно появились проекты пульсары вообще активно наблюдают в разных странах мира и появились проекты так называемых пульсарных решеток но перевод слова и рей на русский он как-то всегда затруднел сетей наблюдений пульсаров что-то в этом духе короче вот петей я так и буду говорить полцертами меры существует несколько таких проектов а именно 3 это американский нанограф европейская пульсарная сеть и пульсарная сеть связана с телескопом в парксе вот он справа вверху 64 метровый телескоп парси то есть p5 это паркс полцертами рейн телескоп австралии стоит соответственно есть европейские телескопы и американские телескопа включая россии бы который как вы знаете поломался вот соответственно уже в течение долгого времени больше 10 лет работают вот эти три коллаборации каждая из них включает порядка 20 пульсаров ясно что если какие-то европейские телескопы какие-то австралийские это разные пульсары это очень важно то есть они наблюдают разные объекты но есть и пересечения пульсары скажем в экваториальной области они всем видны соответственно иногда они проводят совместную обработку и тогда это называется и 5 интернешно упался камеры и их основная цель обнаружить все-таки вот этот фоновый сигнал предсказать форму этого сигнала довольно трудно то есть не форма извините а параметры этого сигнала довольно трудно гораздо труднее чем было бы предсказать чем было предсказать ожидаемые сигналы на лайга верга потому что статистика по галактическим парам нейтронных звезд была уже хорошая понимание эволюции двойных систем было достаточно хорошим предсказание для лайга можно было делать достаточно хорошо ситуация со сверхмассивными черными дырами не такая определенная мы с вами я надеюсь успеем свое время коснуться этого на одной из лекций поэтому здесь оценки труднее делать но их непрерывно делать то есть люди занимаются популяционным синтезом сверхмассивных черных дыр куда входит много всяких интересных процессов слияния галактик эволюции черных дыр внутри слившихся галактик взаимодействия с окружающими звездам звездами газом ну и наконец слияние этих самых сверхмассивных черных дыр соответственно с ростом чувствительности потихонечку разные проекты начинают забираться в интересную область вот это вот желтая область здесь снова по горизонтальной оси частота по вертикальной амплитуды сигнала желтая область соответствует предсказанием относительно фона от сверхмассивных черных дыр но вот потихоньку люди начинают что-то черпать из этой области это статья 17 года соответственно было предсказание что в двадцатом году международная сеть может сделать свой релиз насколько я знаю такого релиза не было в двадцатом году мы ждем только это совместной обработки так что в общем есть надежда что в ближайшие годы что-то появится и здесь я бы сказал есть даже элемент состязательности что произойдет раньше элиза ну или там может быть китайские проекты получат прямые данные по парам сверхмассивных черных дыр по гравитационно-волновым сигналам сверхмассивных черных дыр или это сделают немножко более косвенно пульсарные решетки соответственно в прошлом году произошло довольно интересное событие американская коллаборация на на граф представила данные 12 обработки 12 с половиной лет наблюдений и они впервые среди всех петей заявили что они что-то видят они видят какой-то сигнал но объяснить этот сигнал они не могут ни какими-то там аппаратными еще каким-то систематическими эффектами не астрофизикой при этом сигнал не похож на то что ожидалось от стахастического фона гравитационно-волнового излучения здесь точки с р-р барами это данные наблюдений осенняя пунктирная кривая это предсказание для фона гравитационно-волнового излучения видны значимое отличие то есть одно не описывает другое что это за сигнал они видят непонятно появился систем огромное количество теоретических работ об этом сигнале о происхождении этого сигнала и ясности пока так и нет наконец приближаясь совсем к концу финалу лекции я хочу еще одну красивую работу упомянуть которая мне очень нравится идея принадлежит вот брагинскому кардашова фонареву новику в 90 году появилась эта статья смотрите вот давайте я отмотаю назад на вот эту картину мы говорили если мы сидим на земле наблюдаем разные пульсары у нас здесь проходят граф волны мы видим некоторые коррелированные изменения в тайминге пульсаров но если у нас здесь меняется пространство время то должны меняться видимое положение объектов поскольку проходят волны здесь то вот эти видимые изменения объектов будут коррелированы и это очень красивый эффект вопрос на каком уровне можно ли его увидеть новые оценки показывают что да можно увидеть вот на этой красивой картинке предсказан как а немножко психоделическая картинка где естественно искусственно увеличен эффект чтобы сделать его видимым в таком масштабе но идея состоит в том что то если вы смотрите на источник гравитационных волн то у вас будет меняться картина звездного неба у вас звезды начнут описывать эллипсы на небе ну и каждый крестик соответствует соответственно осям этого эллипса и расчеты показывают оценки показывают что эффект потенциально наблюдаем с помощью спутника гая соответственно на левой картинке сравнивается чувствительность пульсарных систем петей нарисована чувствительность этих систем после пяти лет наблюдений то есть они были опубликованы это реальные данные и чертные это расчетная кривая для гая там при разных параметрах не будем сейчас углубляться важно что чувствительность у гая действительно достаточно хорошая кроме того вот что изменилось семнадцатого года в два раза продлили срок работы гаи и поэтому в принципе там лет через пять-десять думается будут работы где будет проведен поиск сигнала по данным гаи то есть каталог гаи будет обработан на предмет поиска коррелированных изменений положения звезд на небе с целью возможного выделения гравитационно-волнового сигнала это была бы очень красивая работа но и вообще так приятно представлять что вот люди спрашивают что будет если проходят очень сильная гравитационная волна в частности если вы лежите смотрите в темное августовское небо лежите на стоге сена то вдруг все звезды начнут таким вот коррелированным образом на небе двигаться и естественно это можно себе представить как очень красивую картину но в реальности все это гораздо более трудно детектирован уровне происходит и на больших масштабах времени но тем не менее можно нарисовать достаточно красивый мультфильм где показать всю физику этого дела хорошо пара финальных слайдов иногда появляются любопытные работы где рассмотрена ну на мой взгляд нереалистичная ситуация но но тем не менее интересное рассмотреть для теоретика это интересно представьте что в качестве такого естественного детектора гравитационных волн выступает звезда вот мы все время обсуждали двойные системы но есть тройные системы четверные и системы кратности 6 вот представьте что у вас есть тройная система есть тесная пара из двух черных дыр и вокруг них вращается еще одна звезда на расстоянии чуть побольше вот эти две черных дыры сливаются мы наблюдаем третью звезду это обычная звезда звезда типа солнца например что с ней будет проходить происходить то есть звезда находится очень близко к мощному источнику гравитационных волн в звезде будут возбуждаться колебания а и звезда это плазменный шар если вы в нем возбудите колебания то они будут в нем диссипировать и соответственно звезда будет нагреваться то есть у звезды будет увеличиваться светимость ну а потом когда закончится это возбуждающее действие светимость будет спадать и и можно посчитать насколько это значимый эффект но вот для какого-то безумно оптимистичного выбора параметров то есть красные точки на правом графике соответствуют звезде извините красные кружки и синие кружки кружки соответствует звезде находящийся на расстоянии 1 астрономическая единица от сливающейся пары черных дыр на мой взгляд это совершенно нереалистично квадраты 10 астрономических единиц немножко более реалистично но важно что вы получаете изменение блеска который уже сейчас можно измерять спутники которые предназначены для поиска экзопланет транзитных экзопланет они обладают очень хорошей чувствительностью к небольшим изменением блеска и в принципе вот такое чудо если она находится не очень далеко от нас звезда достаточно яркая попадает диапазон чувствительность этого спутника это можно измерить повторюсь ситуация совершенно такая искусственная придуманная но в принципе с какой-то низкой вероятностью это может произойти чем менее экстремальные параметры вы задаете тем с одной стороны чаще встречаются такие системы она с другой стороны тем меньше эффект но в принципе это тоже любопытный способ искать гравитационные волны хотя повторюсь я не думаю что сколь нибудь обозрим будущем он сработает это должно быть какое-то совершенно фантастическое везение наконец опять-таки часто задает вопрос я не буду на него отвечать я вот там вам ссылку часто задают вопрос о диссипации гравитационных волн действительно гравитационные волны 1 это рассматривалось в разных статьях вот была статья хокинга 66 года в стра физико черного она в открытом доступе лежит ее довольно легко найти через нас адс или еще какую-нибудь библиографическую систему по всей видимости это одна из первых работ где была рассмотрена был рассмотрен очень оптимистичный случай диссипации гравитационных волк затем рассматривались более реалистичные варианты естественно гравитационные волны затухают очень слабо но для первичных гравитационных волн с большой амплитудой это может быть важный эффект с большой амплитудой с большой длиной потому что чем ниже частота тем больше будет параметр описывающее затухание вот видно что темп затухания он вот здесь он обратно пропорциональным квадратом частоты волны если все остальное мы держали бы константами вот ну кому интересно про это почитать есть относительно свежая такая большая понятная статья на эту тему хорошо в заключении пара ссылок с такими очень общими описаниями но нам на мой взгляд очень содержательными хороший обзор шестнадцатого года но естественно современный статус немножко отличается от 16 года но важно что вот это написано уже после регистрации первого гравитационного лунового всплеска все-таки глобально статус с тех пор не изменился детекторы следующего поколения не появились лайга вирга открыли больше объектов но это скорее количественно чем качественное изменение с точки зрения гравитационных волн но разве что для нейтронных звезд это важно очень и есть очень интересная статья о как распространенных заблуждениях о детекторах лайга у детекторах сделанных как лазерные интерферометры на мой взгляд тоже очень хорошая статья поскольку действительно читая такие упрощенные или слушая упрощенное описание я например все-таки сильно упрощаю в таком рассказе реальную картину кое-что остается за рамками это может приводить при додумывании к каким-то заблуждениям поэтому эту статью я тоже советую посмотреть она очень интересно